Большие люди Добрый вечер. Размеры обуви 42-43 в зависимости от времени года, настроения, желания ее носить и так далее. Ну понятно. Российский актер, театр и кино, заслуженный артист, между прочим, Республики Татарстан. Правильно сказали, кстати. Один из основателей театра «Квартет И», который уже прославился, в общем-то, на всю страну, и билеты к вам на спектакли вообще не купить совершенно. На очереди. Насколько я знаю сейчас, чуть ли не на май продаются. Билеты на другие месяцы уже нет. На май, не помню, только следующего года или этого, но может быть уже. Но есть повод гордиться, потому что коллективу. Мы гордимся. Я горжусь, да. Я горжусь. Лично я горжусь, потому что, ну действительно, как у Пушкина говорит, сначала выстрадай себе богатство, а там посмотрим, сможет ли несчастный то расточать, что кровью... что кровью... что-то такое, да. Но ведь правда выстраданная, потому что это правда, это правдивая история. Я где-то нашел информацию, что когда-то, когда вы только начинали, вы все вместе, всем коллективом взяли и сбросились на первый смокинг. Да. Именно тебе, Камиль. Именно мне, да. За бешеные 500 долларов, для того, чтобы ты провел свадьбу и какие-то хоть денежки принес в коллектив. Ну да, да. Так и было? Действительно, так и было, потому что мы все носим разные размеры, и, допустим, мы со Славой или там с Лешей, ну никак бы у нас этого не получилось бы. Один смокинг на всех, это был не ваш вариант, да? Один? Нет, как раз это наш вариант был, но почему-то легло... либо мне предложили вести свадьбу, наверное, скорее так, а идти было не в чем, и мы поэтому срочно собрали деньги и купили именно... Нет, смокинг, и действительно, я сразу, ну то есть с первого дня основания нашего театра, я как-то так вот... Ну потому что нужны были деньги и все... Подрабатывал ведущим на свадьбу. В общем... Ну а сейчас грешишь этим, скажи честно. А что же нет? Это да, это отдай, так сказать, нашей... страницы нашей профессии, в общем-то, здесь нет ничего такого. Так что, друзья, весна, лето скоро, сезон свадебный, обращайтесь. Да-да-да, свадьбы, дни рождения у нас никто не отменял. Поэтому или Камиль Ларин, или если денег не так много, то Роман Будников, обращайтесь, пожалуйста. Ну, я знаю, что ты пришел сегодня с пустыми руками, расскажи, пожалуйста, что ты нам принес в подарок. Я принес в подарок, именно в подарок, да, это не то, что я сейчас... Продавать не будешь, да? Сказал и унес. Это вот две такие книжечки, вот. Вот эта книга называется «Стихотворения». Это книга стихов. То есть намек все-таки, что там не одно произведение, побольше. Да, да. И здесь собрано произведение моих друзей, коллег Ноны Гришаевой, Леши Кортнева, братья Крестовского, Сергей Галанин, в общем... Ну, вот эти имена еще, ладно, а Нона Гришаева тоже пишет стихи. Нона Гришаева, да, она очень творческая. Как интересно. Она, конечно, молодец в этом плане. Она, по-моему, делает все. Я говорю, Ноночка, тебе уже пора делать, ну, клона для тебя, потому что, ну, невероятно. Она и театром руководит своим, и она и снимается, и везде успевает, везде, молодец. Это определенный талант везде успевает. Да. Ну, вот об этом поговорим буквально через несколько минут, дорогие друзья. Мы скоро вернемся. Программа с масштабом. Друзья, мы продолжаем. У микрофона Роман Будников. В гостях у нас Камиль Ларин. Вы можете присылать свои вопросы. Присылайте их в WhatsApp, в Viber или по SMS на номер плюс семь девятьсот девять пять пять десять тридцать. Ну, вот совсем несколько минут назад мы говорили про книги. Камиль, расскажи, пожалуйста, о второй книге, потому что очень интересно. Насколько я понимаю, вторая – это твоя полностью уже авторская. И она вышла как раз, да, совсем недавно. Я уже набрался смелости совсем или наглости. И вот издал такую книгу к моему пятидесятилетию. Она, ну, так называется, стихия. Хороший подарок самому себе на пятидесятилетие, впрочем. Да, да. Я очень хотел вместе со своей супругой Екатериной. Вот она по артистической части была такая оформление. Вот, хотя художник здесь вот тот же самый. Вот, в общем, арт-директор Екатерина вот 10 ноября, в день моего рождения, вручила мне в коробочке вот первый экземпляр этой книги. Здесь за 35 лет все стихи, начиная с рифмы «Любовь морковь» с пятнадцатилетнего возраста и вот по там сей день. Начиная с самого первого стихотворения, которое ты написал. А сколько тебе было, когда ты написал? Ну, 15. 15 лет? 15 лет, да. А ты помнишь его? Ну, хотя бы первые две строчки. Да, вон оно написано. Просто интересно. Ну, я помню, там, с сентябрьским утром я встретил тебя, в тебя я влюбился, устань ты моя. Вот я вот как было, так и оставлялся. Над слогом ты начал работать уже тогда. Тогда я как раз над ним не работал вообще. Хотя в седьмом классе я, начитавшись с Евгения Онегина Пушкина, я четырнадцатистрофным размером придумал тоже стихотворение, ну, естественно, там, про любовь. Очень такой, как мне казалось на тот момент, да и сейчас, в общем-то, совершенно неплохой. Там, был для тебя и раньше пара, и любил тебя, и ты меня, теперь лишь стал простой забавой, а ты возвысила себя, ты первой любви хотела, признаться сразу не смогла, но подходил тот верный час, когда любовь сближала нас, и вот, и так далее. Но все четко было, вот как у него, там, первая, четвертая, вторая, третья, первая, третья, вторая, четвертая, все это было как раз... Схема непростая. Соблюдено, да. Я вот прямо вот пытался подражать тогда еще. Вот, и очень даже мне оно нравилось. Ну, получается, поэзия с тобой всю жизнь, всегда вместе по жизни, и стихи, в общем-то, постоянно появляются. Ну, да. А что-нибудь из такого свеженького, свежачка что-нибудь такое? Свежачка, сейчас что-то философское какое-то пошло у меня, но совсем короткое. Слияние душ, соитие тел, Как долго я тебя терпел, Теперь, прости, я ухожу, Своей свободой дорожу. Вспомнил. Философски. Это буквально, ну, так что-то навеяло. Это не то, что у меня все в порядке. Это вот, ну, вот как... Мне вот еще одно нравится, я его даже выписал специально. Если автор позволит, я зачитаю. Конечно, смотрю. Давай забудемся в вине и в тайном смысле мироздания. И начерикаем на стене... Начеркаем. И начеркаем на стене хоть раз, как есть, свои признания. Мне очень нравится. Вот эти строчки очень нравятся. Очень интересно. Ну, еще что-нибудь коротенькое, коротенькое, прежде чем мы отвлечемся на песню, уйдем на рекламу. Это я Мишу Ефремову на день рождения придумал. Миша, Миша, ты не кашляй. Миша, Миша, не болей. Я тебе, Мишутка, водки наливаю, а ты пей. Позитивно. У нас в один день рождения с Михаилом, да, Ефрем. Поэтому я вот ему... Ну, вот о вредных привычках как раз мы поговорим буквально через несколько минут, друзья. Присылайте свои вопросы Камилю Ларину. Присылайте их в WhatsApp, Viber или по SMS. Плюс 7909-9551030. Мы стараемся на все ответить. Так, друзья, мы продолжаем наш вечерний разговор. У микрофона Роман Будников. В эфире программа «Большие люди». И в гостях у нас Камиль Ларин. Камиль, ну, буквально несколько минут назад мы заговорили с тобой о вредных привычках. И продолжили этот разговор, пока наши слушатели наслаждались рекламой. И, кстати, узнали о том, что совсем скоро откроется караоке-клуб «Шансон», где каждый желающий может спеть сам. А будут звонить и петь. В отличие от других караоке-клубов. Будут звонить и петь, да? Звонить и петь, да, конечно. Звони и пой, звони и пой. Вот такой вопрос. Вот ты поделился откровением, что, оказывается, постепенно избавляешься от вредных привычек. Вот этот наш небольшой блок я бы так и назвал. Прям ЗОЖ. ЗОЖ от Камиля Ларина. Расскажи, из каких этапов состоит твой здоровый образ жизни? Значит, значит... Всю правду говори. Два года и девять месяцев назад, как я отказался от употребления спиртных напитков. Вообще всех? Вообще всех. И без всяких исключений, да. Ни пиво, ни крепкие, ничего. Вот так как-то вот психанул. Психанул? Психанул. Просто психанул, да, как-то так вот. А я где-то прочитал, что ты это связываешь с появлением новой любви в своей жизни, нового этапа творческого... Совпало. Совпало, конечно. Просто совпало исключительно. Я не отказывался ни ради любви, ни ради Екатерины. Ну, Катя, мне кажется, поддерживает такое начинание. Естественно. Любая женщина только за. Тем более... Не, я прекрасен был, когда выпивал. Я был очень весел, я душа попал. Мне нравится постановка. Я, когда выпиваю, я прекрасен. Я прекрасен. И тому примеров много, и свидетелей много, и много... Да и видео, наверное, если покопаться, то... Да что вы, это столько компромата, когда... Не-не, нормально, когда я уже там в четвертой стадии ставил стопку или фужер на лоб, ложился и вставал вместе. Вместе со стопкой. Да. Вот. Это было всегда, это было практически на любой вечеринке, потому что выпивать мы, ох, как любили. Вот. Но я один раз с наркологом поговорил, ну, с каким-то просто познакомился. Я говорю, скажите, а вот у вас как это происходило? Вот вы же выпивали раньше? Он говорит, а-ха-ха-ха, еще как. Я говорю, ну, а сколько вы уже не пьете? Он говорит, 8 лет, 4 месяца и 23 дня. Нарколог. Он до дня сказал, до дня, да. Он говорит, каждый день как подвиг, как подвиг у меня. Я говорю, ну, я так не хочу, но я как бы помню дату, но не молюсь каждый день на это. Просто, ну, как бы отказался и все. Ну, кстати, есть такой артист, ну, ладно, не буду называть его, он в свое время, который тоже бросил употребление напитков спиртных, он сказал, что, ты знаешь, у меня сейчас времени вообще не хватает ни на что. Вот как интересно. То есть открылся вообще пласт, потому что, как у нас обычно, выпил и все, весь день у тебя свободен. Весь день свободен, да. А здесь ты, как бы, трезвый образ жизни, нормально, ты... Так и курить бросил тоже, ведь? Ну, курить как-то, да, курить я просто тоже психанул, просто как-то надоело, надоело, потому что ни в аэропорту нельзя, ни там еще где, в ресторанах нельзя, и думал, и я решил в Инстаграме заявить, что я бросаю курить. А, такая маленькая уловка, сам себя как бы. Да, да, и сам себя, да, потому что... Замотивировал. Да, да, и вот сейчас прям люди присоединяются, говорят, что вот мы... Так бросают вместе с тобой? Да. Прекрасно, прекрасно. Вот такая акция. Вот такой ЗОЖ, друзья, от Камиля Ларина. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. У вас есть еще шанс прислать свой вопрос на номер плюс семь девятьсот девять девять пять пять десять тридцать ватсап, вайбер или смс. Присылайте, обязательно ответим. Ну и в следующем блоке поговорим про планы, про творческие, хорошо? Конечно, конечно. Скоро вернемся. Программа с масштабом. Большие люди. Подходит к делу основательно. Мы продолжаем. В гостях в программе «Большие люди» Камиль Ларин, у микрофона Роман Будников. Поговорим сейчас о творческих планах. Но прежде хочу закончить тему здорового образа жизни, ну и закончить в рамках нашего разговора. Мне попалось на глаза видео, где ты, Камиль, совмещаешь как-то несовместимые вещи, на мой взгляд. То есть ты делаешь спортивные упражнения дома на большом надувном шаре. Я забыл, как это называется. Да. А параллельность, то есть ты качаешь пресс, получается, правой рукой или левой качаешь гантелю. А в другой руке у тебя книга, ты читаешь. Да, да, да. Вот это что за новости? Это на самом деле была такая шутка. Я увидел Лешин ролик, Леша Боратца нашего, где он прям в центре Дикуля занимается очень серьезно. Там растяжки, там мяч, все такое. Вот, и я решил... Свой вариант сделал, свой вариант. Да, то есть я прорекламировал, что вот у меня есть такая система лично, а я вот... Ну, здесь доля шутки, да? Ты ведь правда так не занимаешься. Так нет. Только иногда. Так нет, но ведь гантели у меня есть, мячи есть, то есть, естественно, люди, понимающие, догадываются, что не просто эта атрибутика у меня присутствует, вот, но тем не менее. Тем более, что сейчас, после отказа от курения, нужно очень активно бороться с весом. Потому что аппетит, аппетит. Вкусовые качества вернулись, вот, и хочется очень круглосуточно есть, вот, поэтому приходится отказываться. Ну, здесь спасает еще и зал, в который нужно там ходить, плавать, заниматься. Ведешь полностью активный образ жизни. Ну, да. Спорт отказался от рынок привычек. Конечно. Ну, кстати, шикарно выглядишь. Спасибо. Спасибо. Это сразу бросается в глаза. Это я еще не выспался, да. Расскажи, пожалуйста, про творческие планы. Что впереди, что сейчас вы снимаете или готовите? Я знаю, что недавно вышел классный новый спектакль, на который уже не найти билетов. Да, вышел спектакль, в Бореньке чего-то нет. Вот впервые мы его свозили на гастроли в Санкт-Петербург. Как все прошло? Два дня под 4000 народу. В общем, два спектакля замечательно прошло. То есть питерская... Вообще, я помню тот момент, когда мы в День радио ввозили впервые в Санкт-Петербург. Понятно, что это вообще признанная культурная столица. Мы переживали, наверное. Не то слово. Просто вот как только спектакль начался, я думаю, ну вот если через две минуты не будет никакой реакции, будет провал. Просто все. Через минуту пошел уже реагаж, уже пошла волна смеха к нам на сцену. И я все понял, что все будет хорошо. Поэтому здесь не сразу была реакция в Бореньке чего-то нет на этот спектакль. Но, тем не менее, народ входил, потому что это не совсем такой квартетовский спектакль получился. А почему не совсем? Ну, квартетовский это... Мы вообще всегда боролись, чтобы на минуту времени была своя реакция на смех. Ну, ты хочешь, не хочешь, ну надо обязательно выразить. То есть шутка каждую минуту? Ну, да, я утрирую, да. Две минуты, три минуты, неважно. Реприза должна быть. А здесь получился такой очень серьезный, глубокий, естественно, с юмором спектакль. Но вот прямо вот народ выходит не только насмеявшись, но еще и есть о чем подумать. Есть о чем подумать. А все-таки чего в Бореньке нет? Ну, я понимаю, вопрос напрашивается сам собой. Ну, эта фраза, она родилась, понятное дело, из того, что персонажу Славы Хаита, который играет Бореньку, он не главный персонаж, но он, тем не менее, Боренька, некий директор съемочной команды, съемочной группы. Он директор, и понятно, что ему не удалось достичь каких-то высот, потому что ему папа сказал в свое время, Боренька, в тебе чего-то нет. Ах, вот какая интересная история. Самого первого. Насколько я знаю, идут до сих пор. Вы их показываете постоянно. И билеты не купить. Как это вам удается? Расскажите, пожалуйста. Знаете, у нас был первый спектакль, это только штампы. Вот, он, мы его играли, по-моему, 9, где-то 9 лет, потом его сняли. Но это же была дипломная работа после ГИТИ сразу, да? Да, да, но он шел очень, очень хорошо шел. Вот, но мы его сняли. Может быть, мы вовремя снимаем спектакль. Я даже знаю, что вы с ним как-то попрощались, определенно. Попрощались, да, именно попрощались. А как прощаются со спектаклем? Ну, мы вынесли торт, встали в какие-то такие похоронные... Были похоронные речи, была какая-то процедура такая. Подожди, как связаны похороны и торт? Ну, он в виде гробика как-то был. Тортик был в виде гробика? Весело у вас там, в театре. Даже не так. Мы его проводили, но проводили не со слезами, а с радостью и сладкое, потому что торт, то есть, это хорошо. Пока только один проводили или какие-то еще спектакли? Нет, уже 2 или 3, 4, наверное. А день радио и день выборов во все шагает по стране? А день выборов, скорее всего, мы тоже снимаем уже, да. Вот один раз еще сыграем и дальше снимать будем. Быстрее, чем «Кролики» мы сняли, или «Комедия первая», или «Комедия вторая». Ну, в общем, вот. Наверное, из-за того, что мы вовремя умеем остановиться. Может быть, из-за этого. Ну, может быть, это тоже определенный талант. Получается, значит... А Бореньку вы не собираетесь экранизировать? Снимать. Да, ведь такой успех был у фильмов, которые... Чего уж там сам видел по несколько раз. Вы знаете, ну, наверное, нет. Наверное, вот в этом... В этой форме, в которой он существует, спектакль, наверное, нет. Мы будем сейчас снимать, вот, кстати, о творческих планах, третью часть разговоров мужчин. Ну, вот об этом и поговорим. Да. Совсем скоро. Друзья, мы скоро вернемся. Программа особой важности. Большие люди... Друзья, мы продолжаем. У микрофона Роман Будников. В гостях в программе «Большие люди» Камиль Ларин. Вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp, Viber и по SMS. Номер тот же, не поверите, тот же абсолютно номер. Плюс 7909-955-1030. Я так понимаю, что вопросов у людей нету вообще. Есть, кстати. Ну, слава богу. И вот есть. Есть как раз вопросик. Я как раз с него и хотел начать, да. Из Башкирии, из села Александровка, татарочка Гульнас хочет вас спросить, Камиль. Добрый вечер, шансон. Дорогой Камиль, пишете ли вы стихи? И это не весь вопрос. Да, я понял. На родном языке? На родном языке нет, не пишу, конечно. А почему? Не пробую. Я не владею. Настолько? Да, но я не владею языком, то есть я могу общаться. Он же такой красивый, певучий, татарский язык. Очень красивый. Я на одном выступлении в полпредстве Татарстана начал с того, что я говорю, вы знаете, какой у нас красивый язык. Ни черта непонятно. Вот. Ну, такой красивый. Но, как говорила моя мама всегда еще в детстве, русский знал бы, плакал. Ну, то есть перевод бы, да. Если бы русские знали перевод, плакал. И что-то такое сперва. Хурла мамины, анкя им хурла мамины, анкя им синавитюзень, синавитюзень. Шла юг, яши, деньг, свет татары все в зале. Я говорю, это красивый язык, да? Но ведь непонятно. Понятно, что понятно. Но вот, тем не менее, вот все красиво. Вот. У Саши Пушнова была игра в программе. После этого мне дали звание. Дали звание после этого. Да. Именно после этой песни. Ну, в общем, да. У них в программе когда-то была игра, называлась Апош. Вот заданный пиво. Да, я помню, конечно. Вот то, что ты сейчас спел, очень похоже на русский, только задом наперево. Да, вот давайте пока делать нечего наперево. Поразворачивай. Да, 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 назад. Давай поговорим про коллектив. Вот столько лет вы вместе. И у вас получается, что совместная учеба и дружба началась раньше совместного творчества и бизнеса. Как вы уживаетесь вместе? Ведь все абсолютно разные. Из разных городов, с разными характерами. Ну, да, да. Как это удается? Это большая семья. Ну, всяко-разно, всяко-разно случается. Вы знаете, именно потому, что, наверное, мы все разные. Именно из-за этого мы и притягиваемся. Если бы там, да, плюсы-плюсы или минусы-минусы, тогда бы мы, наверное, отталкивались. А так, ну, все действительно разные. Вот как я тоже написал четверостищие. Все люди разные. Сие бесспорный факт. Одним мы крикнем браво, другим лишь только, вот, по-английски додумывайте. Вот, поэтому действительно, ну, вот, Леша со Славой, они как-то умудрились с первого класса идти вместе по жизни. Еще в Одессе, да? Да, еще в Одессе, да, в первом классе. И вот, то есть 10 лет прибавьте к нашему. То есть 34 года у них уже вместе. И они тоже ссорятся. Ну, это нормально. Я всегда сравнивал наш коллектив с семьей. У нас все есть. И там какие-то разногласия, и ревности. Ну, неужели за эти годы никто не пытался уйти, там, или все, я ухожу, хлопнул дверью. Конечно, было такое-то, да. Ну, у нас самый активный в этом плане Александр Демидов. Он уходит чаще других. Да, 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 он уходит чаще. Не, я так иногда бегаю, что называется, там, в проект, в какой-то там кинопроект, и прихожу. Но благо, что все поддерживают, потому что все заработанное мы делим поровну. Да, это, кстати, да, тоже очень интересно. Поэтому все заинтересованы в этом. Вот, кстати, сейчас снимает первый канал, сериал «Табол», в котором я уже два съемочных дня снялся. «Табол». «Табол», да, прекрасное название. А почему именно так называется? Это историческое название. Это по месту Табольска. Тюменская область. Табол, Тюменская область, 1700 с небольшим, ну, в общем, 18 век. О, историческая картина. Да, да. Я что-то давно хотел сняться. И кто же тебе достался, что за роль? Достался то ли узбек, то ли татарин, Касым. Касым. По-моему, сценаристы еще не определились сами. Вот, напишут, но пишут, что... Но текст-то есть у роли? Есть, конечно, есть. Там я говорю по-русски. Но когда было написано, значит, говорит по-узбекски, а я читаю, как бы, русский текст, я говорю, так, а где транскрипция? Ну, то есть мне либо самому сейчас за ночь нужно... Выучить узбекский. Перевести, да, там, на татарский или выучить узбекский. Они, кстати, очень похожи. Вот. Что делать? Потом перезвонил, мне сказали, что нет, все по-русски. Там они как-то придумают все такое. Вот. Так что всяко бывает, раз уж мы начали с наших... А как ты успеваешь? Ведь это, во-первых, далеко, если съемки там проходят. Потом здесь спектакли, там и свадебку провести надо не запыть. То есть когда это все уничтается? В свое время ребята придумали шутку. Ну, актерская жизнь, она, как правило, проходит на колесах. То есть чемоданы, да? Все время, да, да, да. У меня есть несколько сумочек, а одна сумочка, это вот я там иду в баню, там свои аксессуарчики. Вот эта сумка-чемодан, это на гастроли. Вот это на более длительные гастроли. И вот все расфасовано. Очень просто смотришь, так, куда все. А, вот на гастроли такие краткие, берешь небольшой чемоданчик. Не, ну как-то успеваешь. Заранее готов. Но это очень удобно. С другой стороны, если вы, правда, годами этим занимаетесь, то ведь со спектаклями тоже постоянно гастролируете. Я очень быстро собираюсь, поэтому, в общем, уже знаешь, что там... Привычка уже есть. А это правда, что при гастролях по городам, когда вы приезжаете со спектаклем или один и тот же в разных городах, все люди, вот во всех городах по-разному реагируют. Да нет такого, что есть такие города ведь суровые? Нет, ну есть. Есть, допустим, вот в Питере, в Киеве, кстати. В Киеве вот в хорошие времена, когда вот все было нормально, все жилось всем мирно, там у нас просто публика перед началом спектакля просто вставала и рукоплескала. Есть города, конечно. Но в основном, конечно, везде хорошо. Как Саратов принимает? Мне как саратовчане очень хорошо. В Саратове очень много татар, поэтому я выхожу, пару слов сказал по-татарски. А, ну и все. Все, и я говорю, о, наши в зале. Замечательно. Все прекрасно. Друзья, мы вернемся совсем скоро. Присылайте свои вопросы. И, кстати, в следующее наше появление в эфире мы приготовили маленький сюрпризик. Я попытаюсь подговорить Камиле на... не скажу на что. В общем, совсем скоро вернемся. Я не знаю, кстати. Программа с масштабом. Мы продолжаем. Время летит очень незаметно. Вот у нас, в общем, несколько минут уже осталось. Камиль, очень жаль, что время летит так быстро. Давайте блиц, блиц, блиц. Блиц, блиц. Вопрос из Москвы. Вот ваша вторая половина поддерживает ваш здоровый трезвый образ жизни? Или у нее своя история? Нет, у нас совместная история. Конечно же, поддерживает. Конечно же, она тоже не выпивает и не курит. Вот. Родила мне замечательного сына, которому 20 с небольшим лет. Данияр. Данияр. Очень красивое имя. А что оно означает? Солнечный. Солнечный? Яр. Да, вот это вот. Солнечный, улыбчивый. Очень красиво. Да, спасибо. Сколько сейчас ему? Два года и один месяц. Ну, уже взрослый мужчина, что ли. Так что здоровый образ жизни. Ну, кстати, про здоровый образ жизни. Вот когда снимали фильм, о чем говорят мужчины, ведь были трудные времена, в стране был кризис. Из-за этого возникла идея съемки именно в автомобиле? Или это было такой линией? В автомобиле нам просто действительно какой-то оператор предложил вот... Это была его идея, да? Его идея, да. Она даже не патентованная, ничего. Он говорит, мы просто сократим. Это же было до группы «Серебро», которая сняла клип. Ну, конечно. Три девочки. Конечно, конечно. Четыре мальчика, три девочки. Вот, конечно, да. И мы действительно снимали очень быстро. Вот из-за этой технической разрезанная крыша. Вот эта камера, которая везде крутилась. То есть машинку все-таки пришлось немножечко... Да, было две машины. Попилить. Одну попилили, да, одну разбили. В общем, все замечательно. Все замечательно. Тот самый сюрприз, про который я говорил, который я пытался анонсировать. Может быть, небольшое стихотворное такое соревнование? Немножечко поимпровизируем. Ну, давайте попробуем. Почему нет? Лишний раз... Да, лишний раз ведущим опозорится Роман Будникову с таким-то соперником. Давайте, если что, позориться. А вообще, позориться невозможно ничего, потому что... Ну, все, все. Все, все. Все как есть. Никаких вступлений вам, как гостью, естественно, право первого шара. Первого шара. Вот пришел я на шансон. И спою вам песню. Этот... Так, вот пришел я на шансон. И спою вам песню. Песню. Кто же этот... Кто же шансон? Ответьте он. Чтобы интересней получился наш проект, мы не будем петь. Почитаем мы стихи. И, в общем-то, и все. Чтобы нам не спреть. Чтобы нам не вспреть. Да. Ну, в принципе, ну, на троечку. Ну, кстати, ну, опять же, Камиль, ты был молодцом. Я все так вот сейчас... Нет, прекрасно. Вот аплодисменты подтверждать. Записи послушаю, все хорошо. 15 секунд до финала программы. Пожелай всем все, что ты хочешь. Друзья, ну, я желаю, что раз мы на радио, значит, с песней по жизни, в хорошем настроении, ведите трезвый образ жизни, открывайте для себя новые высоты, улыбайтесь друг другу, не забывайте уступать места в метро и в транспорте. Добавить нечего. Камиль Ларин в программе «Большие люди» в гостях у Романа Будникова «Друзья». До встречи на следующей неделе. Большие люди. Программа с масштабом на Радио Шенцов.